скажите пожалуйста как можно из жижи невезения вытянуть сына андрея складываете ручки и говорите мой сыночек любимый представляете его мой сыночек любимый мой мать это кто-то ругает меня раз нос чешется значит кто-то ругается не ругайте меня если вам не нравится то что я говорю удалитесь моего канала и больше никогда не приходить а я хочу вам сказать а все равно придете а все равно придете потому что я даю очень много тем людям которые на меня подписаны и которые приходят ко мне и по здоровью и по жизни и все равно никто этого не даст это было в самом начале этой войны там все фу дуйку там бла-бла-бла и все по удалялись три с половиной там или пять с половиной тысяч человек а потом на протяжении месяца все вновь повозвращались почему а вот так потому что я утром просыпаюсь складываю ручки говорю пусть всем ученикам будет хорошо пусть у них двери откроются и пусть они будут счастливыми и так далее а больше за вас даже вы и ваши дети никто не просит каждый день никто и не попросит никогда большинстве своем почему у каждого свои занятия я занимаюсь школой в этом разница моя и людей а там кто-то хочет уйти из школы баба взвоза кобыли легче я не за я уже говорил для меня школа это хобби если у меня это хобби есть я им занимаюсь не будет этого хобби поверьте я не беднее стану не страдать не буду сильнее от этого а если сын нервный выполняйте практику складывайте ручки между собой как я обучаю с открытыми глазами по утрам представляете будто он маленький вы его только от груди оторвали вспомните это положите перед собой говорите ты мой сынок андрюша да или как его там зовут я желаю тебе пусть все дороги по работе откроются ты мои маленькие ручки мои маленькие ножки пусть все девочки тебя любят пусть этот мир тебя обожает пусть куда ты не зайдешь у тебя все получается пусть на один шаг вперед еще пять вперед пусть материнская любовь тебя подталкивает на то чтобы и это называется вымаливание если следы слезы у вас пойдут вы очистите ему таким образом карму знаете как у иудейского населения возле стены плача почему плачет иудеи потому что они таким образом делают себя ребенком перед богом бог кому поможет ребенку или взрослому ребенку поэтому когда человек плачет то ему хочется помочь поэтому если это элемент связи человека и бога поплачь возле стены плача и тогда тебя бог услышит сто процентов помогает тем кто плачет плакать это значит очищать свою карму